Кстати, к слову о комментарии, что типа сами вон ездите там в круг тонированный и так далее, мы поговорили со Славой, смотрите, смотрите, он понял, что это неправильно и он снял лобовую тренировку. Слав, мы с тобой договорились, ты же боковые тоже снимешь в ближайшее время? Ну вот, не смейся, лобовое стекло, он снял тренировку, чтобы не нарушать сам, ну, понятно? Так что, видите, мы прислушиваемся к вам, в общем, делаем все правильно, смотрите, как бы дальше, мы нормальные ребята. Че, что с разных камер шло? Почему я еду не в Ауди еще? Ну, вот такая вот фигня, ребята. Да не, очканули из-за того, что, ну, очень неприятный момент, вот я такой человек, который еще не купил тачку, но он думает уже, как она продаваться будет. Короче, неприятный момент, у вагов есть такая тема, редко, но встречается, мы уже не один раз с этим сталкивались, когда машина на заводе, видимо, обливается повторно, более тонким слоем краски. То есть машина такая толстошкурая получается, блин, при продаже это головняк, потому что мы когда смотрели одну машину, там был Гольф, вот с такой же темой, реально, у него не было крашеных элементов, но человек переплевался, он говорит, я эту машину новый покупал, говорит, я не могу ее продать, меня задолбали люди, а там как же, приезжает человек с толщиномером. Не 130, все, ну, как бы все, это восстановленный вариант. Короче, он говорит, я намучился с продажей, вот этот момент меня, конечно, смутил, я понимаю, что мне тоже потом будет все предстоять. И второй момент, но там есть все-таки крашеный элемент, это крыша, ну, там, как бы, может, это даже чисто лак, возможно, потому что слой такой тоже очень тонкий, но момент очень неприятный. Поэтому взвесив все уже такое, ну, на холодную голову, что называется, все-таки нет. Жалко, тачка, конечно. Конечно, крыша, подумал, что потом продать не сможешь это там, или я из-за этого не еду до сих пор в Ауди. Ну, да, я понимаю, пустяк, Серега, блин, пустяк, ну, блин. Ну, жалко, на самом деле, потому что сейчас нужно, да, такой автомобиль какой-нибудь купить в этом бюджете, и я прям вообще в растерянности, я не знаю, что. Посоветуй, может, посоветуй что-то? Ну, да, тебе это посоветуй. Нет, я не из-за этого, я все варианты рассматривал, ну, то есть, автомобиль, который будет нравиться, ну, что-то вот как-то с этим туго. Вот, опять же, чтобы вы не думали, что все так, типа, как сказать, все не так, как мы это показываем, вот Серега и кто еще второй Сывик ищет? Вот, Дима, да? Вот Серега и Дима не могут найти Сывики. Я, в принципе, бы рассматривал Сывик на автомате, ну, как бы нормальный вариант. Блин, ну, их нет. Ну, их нет, да? Да, то есть, вот эти вот вопросы, когда сыпятся, да? А, подожди, нет, стоп. Я немножко... Они есть, их, по-моему, 26 или 20, что-то вряд ли. Да, их даже много, их даже много. Да. Но я прекрасно понимаю, что, да даже увеличиваю, смотри, вы ищете до 450. До 530 еще. А, даже так. А, я не могу нормализовать. Я просто только, я не знал этот момент, я думал, что, типа, я сейчас скажу, что можно до 500 даже поднять бюджет, и ты все равно не купишь. Нет. Сегодня на этот счет разговаривали с Мишей, знаешь, какое объявление я видел? Он продается реально после единственного собственника, такой Сывик, 8-го года, с пробегом за сотню, ну, там, типа, а-ля, там, ну, 120-130. Знаешь, сколько за него хотят? Сколько? 600 тысяч. Очень интересно посмотреть его, если честно. Вот он действительно в таком состоянии, что прям... Возможно, что действительно, но вот их ценность. То есть, и, как многие говорят, ну, вариант, уже тьма, 450. Да, конечно. 450, ну, вот иногда, вот я говорю, когда мы не уловим, так сказать, понимание у нашего, там, ну, как сказать, ну, человека, который обращается к таким вопросам, мы вынуждены отказывать. Потому что, ну, когда человек, считая, что за 450 будет в родной краске, без каких-либо дефектов, от одного владельца и с пробегом 100, нет, ну, увы даже. А сейчас мы, кстати, приехали смотреть очередной Цивик. Это салон Шкода. Ага, салон Шкода. Не так давно здесь машинку забирал. Да. Все, идем смотреть. А это Цивик. Кстати, это звонит за консультацией, ну, не снимай, не палим, за консультацией Перекуп. Перекуп, давай спросим. Давай, послушаем. Алло. Только ты мне можешь ответить на этот вопрос. Давай. Клабман, восьмой год, 470. Простой. Ну, купка. Ага. Вопрос. Нормальная цена? Это для перепродажи или для себя? Ну, не знаю пока. Как карты лягут. Слушай, для меня вообще загадка, как перепродавать мини-куперы, если честно. Я не знаю. Ну, мне кажется, не та машина, которая улетит прям. Ну, хрен знает, они вообще быстрые. Продолжение следует. Продолжение следует...